Всем привет! Ну, для начала я объясню, что нарисовано на моей футболке сегодня. Это эмблема компании Trail Records, которую возглавляет мой друг Саша Цалихин, проживающий в городе Нью-Йорк. Живет Саша в Нью-Джерси. Ну, это в двух шагах от Большого Нью-Йорка. От Манхэттена. Через речку переехать. Вот тебе и Нью-Йорк. Саша выпускает психоделическую музыку. Виниловые пластинки, компакт-диски. Современная психоделия выходит на Trail Records. Кое-что он мне прислал и присылает постоянно. Например, новый альбом группы Sky Cry's Mary. Только что вышел, буквально пару месяцев назад. Вот я получил. Про него расскажу чуть попозже. Вот такая на мне футболка сегодня. А поговорить я хотел о возрасте. 60 лет это много или мало? Как вы думаете? Для кого-то может быть и много, а вот для парня, о котором я сегодня расскажу немножко, совсем чуть-чуть, это было в самый раз. Парень, правда, умер в 2005 году, но его музыка с нами, а пока музыка музыканта, автора слушается, звучит в наших домах, этот человек жив. Ну, так вот, в первый раз парень сел в тюрьму в 1995 году за незаконное ношение оружия. Осужден был на 12 лет, но благополучно срок сократил благодаря своим друзьям и своему авторитету. Музыкальному в том числе, культурному. Ну, а второй раз он сел в тюрьму уже в 2000-х. Ненадолго, тоже как-то ему удалось выйти. За что же он сел в тюрьму, этот пожилой наш парень? За то, что избил своего соседа газонокосилкой. Ну да, он сидел у себя на веранде, играл на гитаре, сочинял новые песни. А на соседнем газоне сосед, проклятый, стриг газон газонокосилкой. Газонокосилка трещала, ревела, мешала человеку играть на гитаре. Сделал одно замечание, другое. Сказал, подожди ты со своей травой, ублюдок. На что сосед обиделся, выругался. Ну, наш парень отложил гитару, перелез через забор, взял у соседа газонокосилку. И газонокосилкой избил этого подлого соседа, ненавистного. За что сел в тюрьму. Это никоим образом не сказалось на его музыке, его творческом наследии. Это просто такая история из жизни. Парня этого звали и зовут Артур Ли. Вот его сольный альбом, который записан был в 1972 году. Это переиздание, понятное дело, у меня уже. Вот такая красота. Артур Ли. Альбом называется Vindicator. Что я могу сказать об Артуре Ли, если кто не знает про него вообще ничего. Его музыки никогда не слышал. Послушайте для начала вот этот альбом, сольный, Vindicator, 1972 года. Здесь есть песня Everybody's Gotta Live. Вот эта песня говорит уже обо всем. И вам сразу же захочется послушать еще Артура Ли. Эта песня открывает вторую сторону альбома. На первой стороне тоже все хорошо. Но вот Everybody's Gotta Live. Если вы помните песню и гиппопа под названием Passenger, пассажир, ну кто же ее не знает. По структуре Everybody's Gotta Live похожа на пассажира. Только она в 658 раз глубже, чувственней, доходчивее и человечнее, чем пассажир. Это при всей моей неземной любви к и гиппопу, я говорю. Я как попа-ман, в смысле и гиппопа-ман, готов признать, что Everybody's Gotta Live песня глубже и ярче, чем пассажир. Ну, бывает. Кстати говоря, и гиппоп тоже каким-то боком нашей истории касается. Потому что в свое время его приглашали петь в группу Doors после смерти Моррисона. На что и гиппоп сказал, что на кой черт мне это нужно, у меня и так все нормально. А группа The Doors вышла в люди благодаря вот этому парню, Артуру Ли. Который эту группу и, в общем, из-за людей-то не считал на самом деле. А так какой-то бэнд там в Лос-Анджелесе колбасится. Тем не менее, они пересекались. К Джиму Моррисону Артур Ли относился с большим скепсисом. Не дружил с ним. Но, тем не менее, порекомендовал его Полу Ротшильду на лейбл Электро. Где Doors благополучно и стали работать. Выпустили первый альбом, который потряс все человечество. Но при этом Робби Кригер говорил, что если бы наша группа была такой же крутой, как группа Love Артура Ли, нам бы цены не было. Это мнение Робби Кригера. Так что вот группа Love. Группа Артура Ли. Первый альбом 1966 года, который так и называется Love. Любовь. Кстати говоря, я тут вычитал недавно, что музыкант группы Big Brother and the Holden Company, в которой пела некоторое время Джиннис Джоплин. И не могу сказать, что это было очень здорово. Но это мое мнение. Я знаю, что многим нравится. Вот он говорил, что группа Love лучше бы называлась Hate, а не Love. Потому что Артур Ли настолько человек необузданный и яростный, что название ненависть лучше подошло бы к этому бэнду. Артур Ли носился по сцене, кричал страшно. В микрофон и без микрофона дрался с публикой, дрался с полицейскими, дрался со своими коллегами-музыкантами. В общем, вел себя развязно. Но не всегда. У него бывали периоды просветления, в которые он записывал альбомы. И об этих альбомах люди говорят, что Артур Ли практически является создателем всего современного рока. Ибо он сыграл во всех стилях, доказав тем самым, что рок-музыка укладывается прекрасно и в барокко, и в прочие ответвления европейской классики, и черный блюз, и белый блюз, и фанк, и все что угодно. И все это укладывается в структуру рок-песни, рок-композиции, рок-музыки. И делал все это блестяще, потрясающе. Майк Наоменко, кстати говоря, считал, что группа Love это едва ли не круче, чем The Rolling Stones. А Rolling Stones он очень-очень любил. Первый альбом группы очень странный, такой же странный, как и все остальные альбомы группы Love. Потому что Ли поет иногда настолько проникновенным, нежным, интимным тембром, что просто начинаешь вникать и понимаешь, что это какой-то электрический фолк, очень чувственный, очень личный, очень тонкий, со сложными красивыми мелодиями. Потом вдруг начинается дикий крик, дикий рок гитарно-барабанно-басовый. И все это вместе, все это так закручено, все это очень-очень интересно. My Little Red Book, первая песня на этом альбоме, она была написана... Она не принадлежит Перу Артура Ли. Она была написана другими композиторами и авторами для группы Manfred Mann. Но так понравилась Артура Ли, что он ее переделал к неудовольствию авторов. Ужесточил ее, утяжелил, сделала ее совершенно зверской и поставила ее первым номером на свой альбом. Песня выламывает сразу, просто вырубает, отключает мозг. И что это? Наверное, Майку Наоменко это и понравилось. Потому что вроде бы это и ритм-н-блюз начинается, а вроде бы и не ритм-н-блюз. Потому что композиторы, авторы этого произведения написали довольно сложное полотно. И Артура Ли следует, в принципе, этой сложной мелодии, сложной структуре. Но носовал туда своих аккордов. Еще больше ее усложнил. Но при этом оставил все это в таком якобы где-то близко к ритм-н-блюзу ключе. Настоящий гаражный рок. Но очень качественный, здорово сыгранный. Кент Эксплейн, следующая песня, с яростный ритм-гитарой. И ощущение такое, что парень, в общем-то, играет чос и больше ничего играть не умеет. Играет вот такое. Кент Эксплейнн. Это ошибка, потому что Артур Ли очень много чего умел и очень много чего записал. Ну, задача была именно такая. Вломить по полной этой самой Кент Эксплейн. Дальше идет медленная баллада. Красивейшая, неожиданная. После двух гаражных песен. Неожиданная. A Message to Preti. Просто удивление какое-то. Лирика с флейтой. Флейта импровизирует сверху. То есть, какая-то такая свободная форма фолк-рока. Очень красивого. Очень чисто сыгранного. Качество. Качество. Качественно. Вот. Выговорил. Наконец-то. И что можно еще сказать о дальнейшем. В дальнейшем продолжается My Flash on You. Та же самая яростная ритм-гитара. И искаженный бас, чуть-чуть перегруженный. Играет практически соло. Всю песню на басу. С какими-то выходами непонятными. Наверх, вниз. И все это в ритм и на блюзе в гараже. В таком вот гаражном роке, я имею в виду. В общем, очень неожиданно все как-то так укладывается. И вся песня, вся пластинка такая. Здесь есть версия Hey Joe. Знаменитой песни, которая сыграна еще яростней, чем все остальное. Чем все версии Hey Joe, которые я слышал. Включая Джимми Хендрикса. Совсем беспредельно как-то. В общем, пластинка. Конечно, является таким рок-отелье, можно сказать. Здесь и фолк, и джаз, и соул, и фанк. И все это в гаражном таком вот звучании. Но в качественном. Очень-очень качественном, очень-очень прозрачном. На удивление, несмотря на перегрузы там всякие и все остальное. Очень много акустической гитары. И читал я такое мнение, такие мнения, что постоянные смены состава у группы. А составы менялись постоянно здесь, действительно, на каждом альбоме практически. Исходили из того, что происходили из-за того, что стилевая через полосицы. На каждой пластинке просто настолько все разное, настолько в разных стилях. Каждая песня сыграна. И мало того, что каждая песня сыграна в разных стилях, еще и внутри песни разные стили. Песня начинается как фолк, потом вдруг становится гаражным роком, потом вдруг становится барочной сюитой с клавесинами и с флейтами. И все это в одном флаконе. И очень сложная, как выясняется, музыка. Начинаешь слушать, что ага, эта группа сейчас нам задаст гаража. А нет. А нет. И открываются такие глубины, в которые как занырнул, так, в общем-то, и не вынырнешь. Третья пластинка, 67-й год. Шедевр неземной, о котором нужно говорить совершенно отдельно, долго, много про каждую песню. Единственное, что я могу посоветовать, послушайте вот эту вещь под названием Forever Changes. Это, на мой взгляд, это может быть и покруче, чем Сержант Пеппер, группа The Beatles, известная. Потому что нету здесь понтов, нету здесь попсы, при всей моей любви к Битлз. Нету здесь желания покорить мир, а здесь настолько все личное, настолько все правдивое, настолько человечное, настолько наплевать на все, что будет происходить дальше с этой пластинкой. Будут ее покупать, не будут ее покупать. Но она при этом неземной красоты, с симфоническим, ну не симфоническим, со струнным оркестром, с духовыми, с клавесинами, с флейтами, с прекрасными акустическими гитарами, со сложнейшими мелодиями, с многочастевыми композициями. Хотя композиции эти там по три, по четыре, по пять минут от силы. Но они все, каждая из них, это такая мини-сюита. И даже первая вещь, «Lon Again Or», начинается с псевдоиспанских таких каких-то наигрышей, смена аккордов на полутонах. И идет часть этой песни именно такая а-ля Испания, при этом громкая, при этом громкая, барабанно-басовая, все в порядке, рок идет, и заканчивается каким-то симфоническим взрывом вдруг оркестровым. И так всю дорогу. Отдельно я расскажу про нее, так же, как и про второй альбом «Да Капо», прекрасный совершенно, так же, как про пластинку «Out Here», «Lab», вот эту. Про вот этот вот «For Sale». В общем, есть о чем поговорить. А сегодня я рад тому, что мы вспомнили просто о том, что есть такая группа «Lab», что есть «Артур Ли». Немножко вот что-то я рассказал про первый альбом, который потряс Майка Науменко, и меня в ту пору еще мы слушали на каких-то ужасных магнитофонных записях, где ничего не было слышно, только бас и ритм-гитара Артура Ли. Все равно цепляло. Ну и сольник вот этот Артур Ли с песней «Everybody's gotta live». Очень советую. К сожалению, вот мало чего рассказал, потому что пора пить. В следующий раз расскажу про все вот эти вот пластинки. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова